Ницшанская философия сыграла важную роль в формировании мировоззрения целого ряда писателей конца XIX – начала XX века, к числу которых можно отнести и Джека Лондона. Сам писатель в одном из последних писем признавался, что Ницше повлиял на него больше, чем кто-либо другой. Однако Лондон не столько следовал Ницше, сколько стремился переосмыслить и даже критиковать некоторые идеи философа. А самым ярким примером его критики нигилизма и идеи сверхчеловека выразилась в романах «Морской волк» и «Мартин Иден». И сегодня мы с вами поговорим о пути Мартина Идена к образу сверхчеловека и о том, как все это разбилось в пух и прах под гнетом реальности. Если сильно вкратце, то Мартин – это моряк из рабочего класса, который однажды встретил девушку из аристократической семьи, был поражен ею и решил заняться самосовершенствованием с помощью образования и писательства, чтобы дорасти до ее уровня. Однако, по мере того, как он становился все более успешным, то он начал понимать, что социальные структуры и институты, управляющие обществом, в корне своем порочны, и что они не дают реальной надежды на личную реализацию или духовное просветление. А девушка, в которую он был так влюблен, на самом деле оказалась ограниченной и узколобой, и он быстро ее перерос духовно и интеллектуально. И создав такого сильного персонажа, автор задается вопросом – возможен ли сверхчеловек в действительности, или это лишь некая условная идеальная единица, не подлежащая реализации? Что касается идеи сверхчеловека, то в книге «Так говорил Заратустра» он предстает как осуществление мечты об идеальном человеке, как интеллектуальный гений, чей интеллект не ущемлен физической слабостью. Он обладает колоссальным мужеством принимать реальный мир таким, каков он есть, со всеми его страданиями и радостью, ибо в Ницшеанском варианте счастье может достичь лишь сильный и волевой сверхчеловек, осознавший красоту и ценность жизни во всех ее проявлениях и ощущающий радость бытия в каждое мгновение жизни. Это самоактуализировавшаяся личность, достигшая духовного равновесия, уверенная в себе, ощущающая себя полноценным субъектом бытия. И как всякая уникальная личность, он возвышается над толпой слабых людей, обреченных жить в плену моральных правил и религиозных догм, и подобного идеального человека, обладающего многими сверхчеловеческими качествами, то есть большой физической силой, несгибаемой волей, огромным интеллектуальным и духовным потенциалом, как раз и изображает Лондон. Прежде всего, Мартин Иден – это человек, исключительно сильный физически и духовно. Когда этот полуграмотный моряк собирается стать писателем, для всех остальных это кажется нелепым, но сам Мартин знает, что он непобедим, ибо умеет работать и одолеет все препятствия. Его самостоятельность суждений, осознание собственного величия, независимость взглядов, неистребимая вера в себя – все это роднит Мартина с нитшианским типом личности, которому не нужны учителя и помощники, чтобы понять и постичь этот мир. Исключительность Мартина заключается в том, что он сочетает в себе черты здорового животного и утонченного интеллектуала. Это суровый, здоровенный моряк, который при этом может рассуждать о высоких материях. Кипучая умственная и творческая деятельность Мартина, происходящая на стыке его физического и интеллектуального начал, делает его похожим на истинного сверхчеловека. И все это лишь усиливается, когда Мартин знакомится с семейством Морзов, Руфью, начинает изучать литературу и философию. Он жадно поглощает труды философов и писателей, сам пытается выразить себя через письмо, жертвует сном и постоянно развивается. Лично я даже не могу себе представить, каких физических и волевых сил ему это стоило. Благо, что сейчас для овладения новой профессией вовсе не нужно самостоятельно рыться в кучу непроверенной информации и прорываться через тернии к звездам, а можно довериться профессионалам, которые заранее составили для вас программу, которая позволит переобучиться с любым уровнем знаний, чтобы со временем стать востребованным специалистом и выйти на новый уровень дохода. Например, можно обучиться профессии фронтенд-разработчика с помощью онлайн-школы HTML Academy, которая специализируется именно на обучении веб-разработки и имеет в этом немалый опыт, демонстрируя высшее качество материалов, признанное ведущими вузами России. На курсе фронтенд-разработчика вы получите доступ не только к онлайн-лекциям, которые к тому же можно пересматривать в записи, но и к эффективным тренажерам по HTML и CSS, чтобы потом при постоянной поддержке опытных наставников закрепить полученные знания в учебном проекте и найти свою первую работу в IT, самостоятельно или при поддержке школы. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и покупайте курс со скидкой 87%. Так вы сможете сэкономить 132 тысячи рублей при покупке заочной профессии по сравнению с очной, при идентичной программе обучения. Другой такой возможности не будет. Эта лихорадка самосовершенствования, охватившая героя, заключается в постоянной шлифовке таланта, в постоянном сравнении с писательскими эталонами и не признании никаких других авторитетов. Мартин отрицает любые авторитеты – редакторов, литературных критиков, университетских профессоров, видных деятелей общества, и все это происходит в духе Ницше. Мартин называет их невеждами, жалкими догматиками, ничтожными людьми с ничтожными мыслями. Нигилизм в отношении к общепринятым ценностям сразу ставит героя в позицию противостояния всему миру. Несмотря на низкое социальное положение, Мартин чувствует себя как некий принц, принужденный жить среди ничтожных людишек. Противопоставление себя и остальных людей приводит Мартина к тому, что он отрицает равенство между людьми, разделяет всех людей на толпу и избранных. И, как известно, отрицание принципа равенства и коллективизма было важным пунктом философии Ницше. Одна из главных черт сверхчеловека – это презрение к так называемому «человеку-толпы», жалкому, трусливому ничтожеству, чья мелочная ограниченность невыносима для свободолюбивого и гордого нишуанства. Мартин ненавидит свое окружение, ужасается тому, что живет с такими скотами. Примером такого мелкого человека для Мартина является его зять Хиггинботтон, которому Мартин испытывает то инстинктивное отвращение, которое испытывает вожак стаи к слабым членам стада. Даже романтическая линия здесь может быть рассмотрена в Ницшеанском ключе, как столкновение сверхчеловека и человека толпы. Идеальный человек для Мартина – это свободная творческая личность, которой плевать на общественные нормы. А вот идеальный мужчина для Руфи – это мистер Беттлер, скряга, проживший жизнь в постоянных лишениях и трясущийся над каждой копейкой. Руфи – это типичный человек толпы, у нее нет своего мнения и она попала под каток идеологий американской мечты. Мы видим в Руфи воплощение инертного большинства, и она по сути является антагонистом такой исключительной личности, как Мартин. И совсем не удивительно, что для Руфи и ее родителей Мартин Иден видится как бездельник и тунеядец, ведь он не работает, не служит в банке, в конторе, в суде, то есть не служит доллару. А то, что он работает писателем, испытывая каждодневное физическое и духовное напряжение в процессе создания произведений, они не считают работой. Для Мартина деньги сами по себе не представляли особой ценности. Их значение было только в той свободе, которую они могли дать, и поэтому он не хочет превращаться в раба доллара, не хочет участвовать в вечных крысиных бегах, жертвуя радостями жизни. И напомним, что именно радость и упоение жизни являются по Ницше доминирующими качествами сверхчеловека. Эта близкая к Ницшеанской черта в Мартине проявляется еще и в том, что герой живет, пока он радуется жизни. Однако, когда Мартин начинает постепенно разочаровываться в ней, он теряет радость, ощущает равнодушие и перестает жаждать жизни. Все более нарастающее непонимание между Мартином и Руфью приводит к тому, что герой начинает чувствовать бесконечное одиночество, которое также является одним из признаков Ницшеанского сверхчеловека. Сверхчеловек, подобно Заратустре, живет как орел высоко в горах, вдали от суетной обыденности. Отголоски этого образа Заратустры предстают перед нами во второй половине романа, когда герой уже достиг определенного интеллектуального уровня и начал поиски единомышленников. Только вот Мартин просто не понимал, что наделен совершенно исключительным умом. Он не знал, что истинных мыслителей еще нужно хорошенько поискать и что они вряд ли сидят и рассуждают о высоких материях где-нибудь в гостиных богатых домов. В конце концов Мартину встретился только один человек, который был равен ему по интеллекту и по уровню таланта. Это Бриссенден. Бриссенден это истинно нитшианский персонаж, одинокий, презирающий всех и вся, не боясь смерти он страстно любил жизнь и все время хотел ощущать трепет жизни. При этом его образ выглядит парадоксально. Это сверхчеловек, обладающий огромным умом и исключительным талантом, предстает в облике больного, умирающего человека. Данное несоответствие внешнего и внутреннего, духовного и физического возможно призвано отразить критический взгляд Лондона на проблему сверхчеловека. Парадоксально также и то обстоятельство, что и Мартин и Бриссенден сами свели счеты с жизнью, которую так страстно любили, что также подтверждает скептическое отношение автора к идеям нитшианства. Чувство бесконечного одиночества, охватившее Мартина, стало первым симптомом, свидетельствующим о том, что восхождение его окончено, что он достиг тех высот, о которых мечтал, и что теперь он сверхчеловек. Его чувство презрения к ничтожным людишкам становится всеобъемлющим. Он начинает осознавать, что, следуя завету Заратустры, перерос человека, преодолел его в себе. Однако, как это ни парадоксально, но именно в момент достижения успеха Мартин начинает понимать, что он не является сверхчеловеком, когда уже победил и все увидели его величие, и что он был им в прошлом, когда только он верил в свою силу и умение побеждать, а остальные крутили пальцем у виска и называли его безумцем. Он перестал радоваться жизни, стал печален и равнодушен. Губительная сущность Ницшеанства заключается в том, что человек, возомнивший себя сверхчеловеком, не может жить в мире людей, но и вернуться в прежнее человеческое состояние он тоже не может. Равнодушие к жизни, охватившее Мартина, является симптомом душевной гибели. Страсти, достигшие высшей точки, стали угасать. Пока Мартин был человеком, у него была цель, а пока у человека есть цель, он подобен сверхчеловеку. Так и не поняв, какова же цель сверхчеловека, Мартин решает вернуться в первобытное состояние и поселиться на острове, где он забудет прочитанные когда-то книги и мир, который оказался сплошной иллюзией. Так возникает важный мотив романа, близкий основному тезису Ницше – жизнь есть иллюзия. По Ницше человек обречен вечно жить в плену иллюзий, а разочарование в иллюзиях ведет к гибели. Мартин уже не мог мыслить и чувствовать как первобытный человек, но и верить в иллюзорный успех уже не хотел. При этом у Мартина еще была возможность посвятить жизнь другим людям, но он ею не воспользовался. При встрече с другой девушкой-простолюдинкой, Лиззи, он испытал великое искушение сделать ее счастливой, но оказался неспособным на самопожертвование, на которое способна она. Человек может осчастливить другого человека, но сверхчеловек должен быть одинок в своем счастье. Главный вывод, который сделал Мартин, вполне нитшианский – истины не существует. Он вспомнил одно из безумнейших положений Ницше, где тот подвергал сомнению все, даже самую истину. Что ж, может быть Ницше и прав. Может быть, нигде никогда не было, нет и не будет истины. Может быть, даже самое понятие истины нелепо. Надорвавшись в погоне за успехом, Мартин потерял надежду, стал нелюдим, не испытывал желания действовать дальше. Осознав безнадежность своего положения, герой стал тяготиться жизнью, а жизнь, не любящая жизни, ищет путей к смерти. Если раньше Мартином двигала могучая воля к жизни, то теперь ее не было. Теперь им двигала не менее мощная воля к смерти. Пройдя длинный путь, Мартин приходит к выводу, что жизнь есть страдания. Даже когда он испытывал боль в момент самоубийства, он понял, что это не муки смерти, а муки жизни. Мартин Иден преодолевал все внешние препятствия, побеждал обстоятельства, но оказался бессильным победить самого себя и разрешить возникший внутренний конфликт. Таким образом, Джек Лондон, подвергая критической переработке нитшианскую теорию сверхчеловека, демонстрирует бесперспективность индивидуалистического бунта личности. Он категорично ставит вопрос о возможности и невозможности присутствия сверхчеловека в реальном мире среди обычных людей. И столь же категорично Лондон отвечает на этот вопрос отрицательно, отвергая тезис Нитши, теоретически допускавшего существование сверхчеловека. Писатель, как гуманист, убежден, что в конфликте между человеческим и сверхчеловеческим сверхчеловек оказывается куда менее жизнеспособным, ибо существует в иной, нечеловеческой системе координат. Что ж, ну а на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. И спасибо Чак Тестер, Лайкенол, Лоуренс, Ру, Марату Сону, а также всем тем зрителям, которые поддерживают мою работу материально, покупая платную подписку и получая ранний доступ ко всем роликам, а также другие бонусы. И еще раз спасибо всем вам за ваши просмотры, лайки, комментарии и репосты. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok